МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Обнинск ТВ Новости. В студии Дарья Человекова. Ильхам Нигматуллин. Сегодня в выпуске. Привокзальная площадь меняется. Новая парковка должна освободить от маршрута узкий подъезд к остановке общественного транспорта, заявляют ответственные за реконструкцию. Близи ЦИГ. Расскажем о том, сколько экзаменов должны выдержать обнинские школьники в этом году. Исчезнувшие цивилизации. Обнинский художник Юрий Бочаров представил на суд любителей живописи серию работ, созданных под впечатлением от поездки в Камбоджу. В Обнинске продолжаются работы по облагоустройству при вокзальной площади. Для того, чтобы внешний облик города не был испорчен большим скоплением маршруток неподалеку от железнодорожной станции, запланировано изменение транспортной развязки, проект которой давно согласован с представителями градостроительного совета и сотрудниками госавтоинспекции. Пару недель назад там началось устройство парковки. Эта парковка рассчитана на 64 машиноместа. Главная наша задача сейчас, обустроив эту парковку, разгрузить скопление маршруток, которые в районе привокзальной площади занимают практически все пространство. Поэтому эти работы мы ведем сейчас активно, стараемся их выполнить к 9 мая. К празднику, завершив эти работы, мы хотим сделать подарок городу и разгрузить привокзальную площадь. Таким образом, посадка пассажиров будет осуществляться после выезда транспортного средства с парковки. А после благоустройства парковочной зоны начнется и строительство многофункционального комплекса, в котором будут размещены торговые павильоны, предприятия общепита и опорный пункт полиции. В службе «Зеленое хозяйство» при муниципальном предприятии «Коммунальное хозяйство» работа идет полным ходом. Сейчас в теплицах и парниках выращивают десятки тысяч растений, чтобы это весной обмин скрадывал своих жителей буйством красок и цвета. Что нового приготовили для улиц Наукограда агрономы, узнаем прямо сейчас. Чтобы цветы радовали жителей города все лето, работники службы «Зеленое хозяйство» высаживают рассаду уже в феврале. С каждым годом цветов обминский становится все больше и больше, растет и разнообразие сортов. Где и как выращивают растения, рассказала агроном предприятия Мария Савушкина. Три теплицы – это основные, где мы высаживаем рассаду, потом выносим ее на улицу, у нас там есть отамливые парнички. И оттуда уже выставляем, когда после майских морозов, выставляем все уже на улице у нас растет. То есть площадь уличная у нас огромная. В конце апреля работники «Зеленого хозяйства» высадят в городские клумбы маргаритки, виолу и левкой. Но главным сюрпризом для обминцев станет парад тюльпанов. Луковицы растений были посажены еще осенью. Всю зиму они прятались под декоративной щепой. Сейчас тюльпаны уже проклюнулись, а в мае порадуют горожан своими яркими красками. В этом году практически все клумбы будут в тюльпанах. То есть мы уже вышли на тот уровень, что можем посадить большое количество. Закупаем мало, у нас уже, получается, организовался свой посадочный материал по луковичным. Газани, помея, космея, петуния – все это обминцы смогут увидеть совсем скоро. Помимо горизонтальных клумб, будут и вертикальные, к которым местные жители уже тоже успели привыкнуть. Совсем скоро в Наукограде появятся новые конструкции. На Маркса Энгельса на кругу уже выставлены, на Ленина на 51-м тоже выставили. Вот эти дуги, гранд-плато, круглые вазоны. Новая клумба у нас осенью организовалась на Белкинском кругу. В этом году мы еще поработаем над сквером с фонтаном, на улице Победы. Там постараемся тоже какую-нибудь конструкцию организовать. Преобразится и треугольная площадь. Там будут посажены кустарники, блестящий кизильник. Яна Гончаренко, Алексей Резвых, Обнинск ТВ. Близится к завершению очередной учебный год. И для учащихся 9-х и 11-х классов наступает напряженный период. Во всех общеобразовательных учреждениях идет усиленная подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Сколько в этом году выпускников обнинских школ будут сдавать госэкзамены и каким школьным предметом ребята отдали предпочтение, рассказал начальник управления общего образования администрации города Обнинска Татьяна Волнистова. Около двух месяцев осталось до того дня, когда выпускники 11-х классов приступят к сдаче единого государственного экзамена, результаты которого станут решающим фактором для ребят при поступлении в высшие учебные заведения. В этом году в Обнинске его предстоит сдать 659 старшеклассникам. 1 февраля база данных единого государственного экзамена была уже закрыта. Мы и наших выпускников, и их родители заранее предупреждали о том, чтобы до 1 февраля все необходимые изменения были внесены. Как то, например, изменение в выборе предмета или увеличение количества предметов по выбору. Это все должно было быть сделано до 1 февраля. Теперь база закрыта, изменения внести невозможно. Все 659 выпускников внесены. Есть среди них и несколько человек, которые подлежат спецрассадке. То есть это дети с ограниченными возможностями здоровья. Для них будет на пунктах проведения ЕГЭ созданы специальные условия для сдачи экзамена. По-прежнему на территории города будут работать 3 пункта проведения единого государственного экзамена на базе 5, 7 и 11 школ. Как и в прошлом году, они будут оснащены металлодетекторами, а также видеонаблюдением в каждом кабинете, где будут размещены выпускники. Будут установлены на каждом пункте проведения единого государственного экзамена глушители. То есть, ну, системы, подавляющие передачу сигнала по каналам связи. Как и в предыдущие годы, в соответствии с положением о проведении государственной итоговой аттестации на пункте проведения единого государственного экзамена запрещено при себе иметь мобильный телефон. А в случае, даже если мобильный телефон был отключен к положению, не должен быть телефон на пункте, значит, его действительно не должно быть. В противном случае результаты экзамена могут быть аннулированы. Подобных нарушений, как рассказала Татьяна Волнистова, в Обнинске в последние годы не наблюдалось. Что касается самих школьных дисциплин, то тут все по-старому. Ученики 11 классов должны сдать ЕГЭ по двум обязательным предметам – русскому языку и математике, профильный или базовый уровень. Сдать ЕГЭ предстоит и по двум школьным дисциплинам на выбор. Большее количество детей выбирает общество знания. И в этом году 42% выпускников в качестве предметов по выбору определили общество знания. Это на 5% больше, чем в прошлом году. Также востребована история. В прошлом году в качестве предмета по выбору ее сдавали 11% выпускников, а в этом 14,5%. Физика и информатика остаются на уровне прошлых лет. Лишь малая часть 11-классников отдают предпочтение этим предметам. Уже известны даты сдачи ЕГЭ. Экзамен по русскому языку ребята напишут 9 июня. 31 мая математику базовый уровень сдадут 530 юных обнинцев. А вот профильный 2 июня – 480. Часть выпускников из них выбрали и базу, и профиль. Таким образом, может быть, дети страхуются, опасаясь, что... Ну, выбрали несколько специальностей, ну и, соответственно, большее количество дисциплин для сдачи единого государственного экзамена. И, например, понимают, что если базовую математику напишут, на профиль уже не пойдут. Или наоборот. Идут только сдавать профиль, не идут на базу. Выпускникам девятых классов, которых в Обнинске в этом году 1053 человека, тоже предстоит пройти испытания в виде ОГЭ. Как и одиннадцатиклассники, они будут сдавать два обязательных экзамена – математику и русский, и еще два школьных предмета на выбор. Яна Гончаренко, Алексей Резвых, Обнинск ТВ. 8 апреля в рамках международной образовательной акции «Проверить свою грамотность» напишут тотальные диктанты жителей Наукограда. Мероприятие пройдет одновременно на нескольких площадках. Подробнее об акции расскажет наш корреспондент Евгений Борода. С 2004 года в целях популяризации грамотности среди населения в России и разных странах мира организуются мероприятия в рамках проекта «Тотальный диктант». Одновременно с поправкой на часовые пояса сотни тысяч человек сядут за парты и напишут диктант. В число участников акции входят и жители Обнинска. В этом году выбрано 8 число. Это суббота. Старт по московскому времени в 14.00. В этом году в Обнинске организованы пять офлайн-площадок, на которых можно будет написать диктант под живую диктовку. Это три библиотеки – ИАТ и АИРКО. Это здание Ростелекомы на Цветково, дом 2. На большинстве площадок мест, к сожалению, уже не осталось, но самой массовой площадкой у нас будет ИАТ. Там будет выделена огромная поточная аудитория на 200 человек. Мы организуем специальные рейсы автобуса и маршруток номер 6, которые начнут курсировать где-то с часу дня. Ко времени начала диктанта можно будет легко доехать до ИАТ и написать диктант там. Спешите, регистрируйтесь на сайте totaldict.ru. Мест остается все меньше. В ИАТ и НИАУМИ ФИНО пишут диктант горожане под диктовку российского актера театра и кино уроженца города Обнинска Марка Богатырева. В здании Дома связи текст будет читать актриса Софья Лебедева, известная по кинофильму «Азорь из Десихи». А в Центральной детской библиотеке в роли диктующего выступит глава городского самоуправления Владимир Викули. Стоит отметить, что еще одной площадкой для проведения акции станет и библиотека «Старый город». Впервые при организации тотального диктанта в этом году тоже побывала впервые на этой площадке. Хочу сказать, что это для нас стало открытием, очень интересная своеобразная площадка. К сожалению, на данный момент места сейчас все зарегистрированы, но в любом случае я предлагаю посещать библиотеку, приходить, потому что очень интересная атмосфера и интерьер очень интересный в этой библиотеке. В прошлом году никто из жителей Наукограда не написал диктант на пятерку. Но возможно, что в этот раз участники акции более ответственно подошли к вопросу культуры грамотности. И кому-то из них все-таки удастся сдать экзамен на отлично. Евгения Борода, Алексей Резвый, Хобнинск ТВ Подробности о происшествиях, пополнивших хронику событий минувших суток, расскажем в следующем сюжете. Минувшая среда, 5 апреля, запомнилась большим количеством ДТП. Уже в 8.30 утра на южном выезде из Убнинска произошло столкновение автомобилей Ниссан и Рено. Удар пришелся в заднюю часть козова серебристого универсала. Скорая медицинская помощь участникам аварии не потребовалась. А буквально через полчаса местом следующего дорожного происшествия стал вот этот перекресток. По словам очевидцев, водитель за рулем автомобиля марки «Хюндай» двигался по улице Лишенко и остановился перед поворотом на Королева, после чего он получил удар сзади по касательной. Девушка на Тойоте, видимо, не ожидала такого маневра от впереди идущей машины и не успела нажать на педаль тормоза. В 11.30 в районе деревни Кобицыно произошла новая авария. Мужчина, управляя автомобилем марки «Тойота», сдавал задним ходом со стоянки и не заметил внедорожник Киа, ехавший по главной. И на марке встретились ровно посередине проезжей части, и это заметно осложнило проезд другим автомобилистам. В полдень не повезло и этому владельцу на марке «Додж». Неместный водитель, видимо, не знал о скрытых угрозах в виде выбоин и ям, подстерегающих водителей на местных дорогах. Двигаясь в тоннеле в районе Кончаловских гор и маневрируя между хабами и рытвинами, он все-таки угодил в большую яму, где повредил сразу два колеса. Мужчине удалось выехать из каменного коридора и остановиться на обочине, чтобы не создать автомобильный затор и осмотреть свою машину. Разбитая дорога в этом месте создает проблему не только для легкового транспорта, но и для большегрузов, раскачивая их то в одну сторону, то в другую. Около пяти часов дня на улице Комарова произошла еще одна авария. Женщина за рулем «Фольксвагена» выезжала с парковочного места задним ходом, в результате чего ее машина зацепила стоящий слева автомобиль «Опель», принадлежащий другой автоледи. В этой ситуации, к счастью, тоже нет пострадавших. Разбавил череду дорожных происшествий случай кражи, который произошел в одной из частных клиник города Обнинска. По словам потерпевшей, она вышла из кабинета врача и, когда одевалась на время, оставила сумку без присмотра. Позже заявительница обнаружила, что из сумки исчез телефон стоимостью 20 тысяч рублей, после чего обратилась за помощью к стражам порядка. Возможно, кто-то воспользовался невнимательностью девушки или, вероятно, что дорогой аппарат могла потерять сама потерпевшая. Такой вероятности она не исключает. В 17.30 на 104-м километре Киевской трассы произошла авария, в которой пострадал человек. Мужчина переходил дорогу в зоне действия пешеходного перехода. В это время со стороны Москвы в его направлении двигался автомобиль «Рено». Водитель иномарки остановился, чтобы пропустить пешехода, однако, двигавшись за ним грузовик из «Сузу», не сбавляя скорости, врезался в легковушку. Тапа инерции сбила пешехода, и они оба вылетели в кювет. На место происшествия прибыли экипаж скорой помощи и сотрудники ДПС. Водителю иномарки медики оказали помощь на месте, а пешеход выжил, но с подозрениями на черепно-мозговую травму, ушибом ноги и множественными ссадинами его доставили в ближайшую больницу для дальнейшего осмотра. Водитель грузовика не пострадал. Дарья Человекова, Николай Подлепалин, телекомпания «Угнинск ТВ». В середину марта в Музее истории города работает выставка произведений обдинского художника Юрия Бочарова. В конце 90-х мастер кисти работал в Греции на Афоне, расписывал стены монастырей, расположенных на Святой горе. Но большая часть его творческой деятельности посвящена теме исчезнувших цивилизаций. Евгения Борода продолжит. Ангкор, город Камбоджия, ранее был центром Кхмерской империи, расцвет которой приходится примерно на период с IX по XV век. В настоящее время в этой области государства Юго-Восточной Азии сохранились лишь руины многочисленных храмов и построек. В 2010 году после путешествия по этой затерянной в джунглях стране обдинский художник Юрий Бочаров и написал серию картин, посвященных утраченной цивилизации. Я долго там путешествовал, по этим развалинам ходил, по лабиринтам, наблюдал, изучал, фотографировал, рисовал. И по приезду, конечно, получился такой вот в течение года, такая работа была сделана. В музее истории города Обнинска на суд зрителей представлен полиптих из 12 работ, которые были написаны при помощи рельефных паст. Обнинцы смогли увидеть и другие творения мастера, вошедшие в проект «Исчезнувшие цивилизации», а также фотографии мест, в которых побывал художник. Если будет возможность, то будут, конечно, какие-то путешествия, будут новые картины, соответственно. Потому что задумок и планов много. То есть, как бы, постоянно в поиске, пробую разные техники, экспериментирую с холстами, с фактурой, с красками, с пастами. Все это очень интересно, использую современные какие-то методы. И говоря о планах на будущее, Юрий Бочаров отметил, что, возможно, через пару лет горожане смогут посетить ретроспективную выставку, в которую войдет большее количество работ художника. Евгения Борода, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. И это все, о чем мы и наши коллеги хотели вам рассказать сегодня. Напоминаем, программа новостей выходит на телеканале Обнинск ТВ 5 раз в неделю по будням в 19.00. Вы также можете посмотреть выпуск новостей на интернет-сайте телекомпании, на наших страницах в социальных сетях. Мы желаем вам всего доброго и прощаемся до завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова